Грузинское вино Грузинское вино Грузинское вино Грузинское вино Демонстрирую. Вот такая. Да, ну вот здесь коллегам я... Есть? Да. Да, коллегам я... Подождите, Аркин, подождите секунду. Я предложил коллегам попробовать, и коллеги сказали, что, по крайней мере, ну, выглядит оно... Изабелла и Павкник. Похожим, да. Что пуду изабелла. Это очень характерный сорт с таким цветочным земляничным ароматом. В принципе, запрещенный в Европе, на самом деле. Это нелегальный сорт во Франции. Член Российской ассоциации с эмилией Аркин Тузмухамедов у нас в студии. Правда, не член этой организации. Уже распробовал практически. Вкупил, да, в бой. Далейте, пожалуйста, контрольный... А вот какой из этих вот трех бокалов, да? Вот в третьем, да? Изабелла в третьем. Сейчас вы будете угадывать более сложную задачу решать. В остальных двух бокалах вина. Вот из этой бутылки, которую я привез из Тбилиси, собственно. А ведь еще не разрешено. Так, на секундочку. Да, но мы же сказали... Кстати, я привозил грузинское вино, был в Казахстане. Там совершенно спокойно. Правда, достаточно дорого. В принципе, хорошее грузинское вино, дорогое вино. Поэтому оно не конкурентоспособно, к сожалению. Как раз о дорогом вине, потому что на разливанном вине я не остановился. Редакция потребовала... Да, я угадал, все правильно. Изабелла угадала. Редакция потребовала настоящего грузинского вина, поэтому мне требовалась этикетка доказательства. Тогда я прошел немного вглубь рынка. Бутылка из-под грузинской кока-колы. Угадал? Да. А немного вглубь рынка подошел к прилавку, на котором стояли бутылки, запрещенные боржоми воды. И вот я спросил, нет ли грузинского вина, собственно. Адресочек дадите. Лучшее похмелочное средство мне придумали, чем боржоми. Боржоми или вино? Обязательно. Боржоми абсолютно. А это, кстати, на проколах. После эфира обязательно. Меня отправили с одного ряда на другой. Показали человека, которому обратиться. Это тоже была продавщица. Я сказал, что мне нужно сделать подарок начальнику. Это была легенда специальная. Мы сейчас сдаем это, потому что мы уверены в том, что завтра Анищенко это отменит. Просто будет очень обидно, что мы об этом уже рассказываем. Подождите, он же не отменит. Да нет, все и так знают эти места. Об этом немедленно зашла речь. Мне сказали, а ты слышал, что собираются отменить вино. Это нужно для того, чтобы Россия вошла в ВТБ. Куда? ВТБ? ВТБ само входит во всю Россию. ВТБ имелось в виду, конечно, женщина огородилась. Здесь, да, простим ее ВТО. Она спросила, какое вино мне нужно. Я сказал Кинзмараули, ну, первое, что пришло в голову. Она сказала, что есть и другие вина. Ну, я сказал, что вот самое такое простое мне. Вот. Она принесла эту бутылку, и, в общем-то, вот она у нас на столе. Такая темненькая, глаза голубые. А, Иркин, так все-таки тогда. Вот у нас есть родной Макузане. Вот родной только что из Грузии. И Кинзмараули, купленный на московском рынке с русской этикеткой. Причем, вот это важный момент. Там на Кинзмараули, который купил Илья на одном из московских рынков, есть текст на русском языке. На грузинских винах, которые сейчас продаются в Тбилиси, в подавляющем большинстве русского текста уже нет. Только грузинский и английский. Тем не менее, мы связались с Тбилиси и со специалистами. Нам сказали, что это может быть, потому что еще остались этикетки. И вполне возможно, на некоторых бутылках еще на настоящем грузинском вине могут быть этикетки с русскими словами. Потому что все равно надо продавать. Ну, за пять лет все-таки, да. Это пять лет. Знаете, я на самом деле был, вот как раз, когда был введен запрет, грузинское... Министерство сельского хозяйства Грузии пригласило группу журналистов и экспертов. Вот, я вместе с Вадимом Дробизом, со старейшим виноделом Советского Союза и России, и Грузии, Николай Павлович Михузла. Мы проехали всю Грузию, Калазанскую долину в том числе, побывали на многих заводах. Там же, Онищенко, утверждалось, там есть диоксин. Диоксин во всех лабораториях, диоксин они не обнаружили. Проблема была, на самом деле, в том, что большая часть поддельного грузинского вина делалась на территории самой России. Ну вот, а вот эту вот, ту самую Изабеллу в бутылке Кока-Колы, это крошковое вино? Нет, Изабелла это совершенно нормальный виноградный сок, зачем это? Это самый массовый сорт, необязательно он... Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли в Грузии, много ли Изабеллы возделывают. Есть, но немного. В основном, это как раз Абхазия, потому что лыхны, самый такой известный абхазский сорт вина марка, это чисто Изабелла. И абсны Абукет, это тоже Изабелла. Вот здесь, скорее всего, то, что у вас Теляни Вели, это вот второй образец, потому что, честно говоря, давно не пробовал, их же просто-напросто нет. Но вот мне кажется, что это сорт Сапирави. Сапирави? Да, густой, тёмный, у него характерный. Вообще, грузинские вина в основном сладкие. Вот это вино слишком сухое для того, чтобы быть традиционным грузинским вином, потому что грузинское виноделие, оно отличается. Вообще, на самом деле, вы же знаете, да, что грузинское виноделие одно из, вообще, старейших ветвей виноделия в мире. Нигде в мире больше не сохранились такие технологии виноделия, как в Грузии. То есть, это вот как греки в амфрах делали, да, то, что находят на дне моря. В Греции сейчас практически вино так не делают. А в Грузии остались вот эти квеври, огромные, то, что мы можем смотреть в старых грузинских фильмах, огромные глиняные... Какие эти везде это есть? Да, вот в Лозанской, в Телине всюду это закапывают. И они предусмотрели. Сейчас в Европе только последние несколько десятилетий вводят температурный контроль вот эти бродильные чаны с температурным контролем при ферментации и выражении. В Грузии этого добивались за несколько веков, за несколько тысячелетий до рождения Христа, просто-напросто закапывая эти амфоры в зиму. Я угадал, вот это Телянивелли или нет? Номер два. Сейчас мы выясним. Номер два – это вот Кензмараули. А номер три – домашний. А номер один – это вот, собственно, вот Мукузани. Телянивелли, да. Скажите, Аркин, ну вообще, на самом деле, ведь в России сейчас огромное количество, просто тонны декалитров поддельного вина отовсюду практически. Вопрос с запретом грузинских или молдавских вин, конечно, проблему не решил. Ну, политически было совершенно. Ну, это ни у кого не возникает даже вопросов, мне кажется, по этому поводу. И ни у кого не возникает вопросов, почему вдруг Геннадий Онищенко заговорил о том, что, возможно, отменят этот запрет на ввоз. Потому что ВТБ очень надо, да, в России. Про Боржоми он ничего не сказал? Про Боржоми пока нет. Я думаю, что все-таки еще как-то вот с Боржоми действительно напряженка, видимо. Как-то они еще не смогли достигнуть вот уровня. Просто Боржоми – это туз в рукаве еще один, потому что ведь переговоры о вступлении в ВТО идуки зашли в тупик. Надо представить нашу гостью еще раз, режиссер, креативный директор рекламного агентства Баркстелтина Баркалая. Очень приятно. Вы пьете часто грузинское вино в Москве? Вы знаете, поскольку вы пьете часто, точка. Грузинское вино – точка. Проблема в том, что я действительно пью очень редко. Если есть такая возможность, я скажу, что мне, мои друзья, которые улетают в Тбилиси, всегда в подарочек привозят бутылочку грузинского вина. Это такой НЗ в нашем баре, который всегда, это вот со словами, что «а тут я сейчас вам открою». То есть это всегда очень так вот приятно звучит. А вы почувствовали, что изменилось качество грузинского вина после запрета? Это признают даже грузинские виноделы. То есть оно улучшилось? Да, оно улучшилось просто. Подождите, я думаю, что проблема в другом. Когда запретили министр обороны Грузии Ираклия Акруашвили, тогда же заявил, что большинство грузинских вилоделов в принципе поставляли в Россию, простите, он сам попросил прощения за это выражение, фекальные массы, а не вино. Это очень обидело тогда российскую сторону. Знаете, только из-за этого заявления можно было на самом деле... Но оно было после, правда? Запретить, да, оно было после. Оно было после запрета, и вы знаете, как бы, да, вот после... Ну, уже такая ситуация, грузин, естественно, ему сказали, что... И он уже начинает говорить что-то другое. Ну, у нас характеры такие, да? Я сейчас тоже могу что-то лишнее сказать. Зачем? Вот вино, пожалуйста. Да, я, да, безусловно. Я могу сказать, что я проехал большое количество виноделин даже в то время в Грузии. Огромное количество, вот, скажем-то, или они вели. Меня, честно говоря, удивило, потому что оно очень сухое. Грузинские винды традиционно гораздо более сладкие. Это сухое вино. Так поэтому, наверное, как бы и такой большой рынок у них в России был, потому что здесь тоже сладенькое это любят. А Европа, в принципе, выросла на сухих винах. Вот сейчас во многих винодельных, кстати, иностранные виноделы, например, на Шуме, великолепное, роскошное вино, на Шуме винодел был француз. Поэтому качество грузинских вин очень высокое. И много вин делается, вот, в частности, вот это уже по европейской технологии, потому что это совершенно другой не... ну, попробуйте, согласитесь, нетрадиционный вкус. Да, это сладкое, то, к чему мы привыкли к кинзамарауле, а это очень такое сухое, абсолютно в европейском стиле сделанное. А вы думаете, если начнут опять завозить грузинское вино в Россию, ну, мы надеемся на это, опять пойдет контрафакт, опять будет низкого качества? Я вам, знаете, почему я это спрашиваю? Потому что я вот буквально в январе разговаривал в Тбилиси с людьми, которые производят вино, и которые хотели бы продавать его в Россию, но это сейчас невозможно. Они говорят, что они даже в Тбилиси, даже в Грузии делают часто некачественное вино, потому что оно по дешевке уходит в лед на рынках, особенно тбилисских. Безусловно, безусловно, потому что рынок для этого не остался, огромное количество, ну, пенсионеров, в основном, конечно, это вино пьют пенсионеры, да, те люди, которые вышли в Советском Союзе, которые к этому привыкли. И рынок останется, безусловно. Книги роскошные, там, с Раджишвилиным, например, просто великолепные бренди, которые делаются еще с до революционных времен в Грузии, потому что там, опять же, другие сорта винограды и бренди получаются сильно отличным от и Франции, и Армении. Вот рынок останется, подделки будут, безусловно. Знаете, я просто пытаюсь принять участие в очень профессиональном разговоре, скажу честно, да, вот о качестве, а мне кажется, я могу только как обыватель поучаствовать в этом разговоре, да, с точки зрения человека, который мы все выросли на, тем не менее, грузинском вине, армянском коньяке, да, там, и т.д. и т.п. Это правда, да, и так получилось, что некие политические, да, ситуации нас лишают вот этого всего. Мне безумно жалко, потому что могу сказать только одно, что, будучи совсем недавно, я была там после Нового года в Тбилиси, я, к сожалению, редко бываю в Тбилиси, но в последнее время хочется бывать все чаще и чаще. Вот такого позитива, который я испытала, да, просто говоря, когда я ехала в машине, и я, будучи грузинкой, на таком московском разливе в третьем поколении, но все равно, говоря по-русски, я слышала фразы, говорите по-русски, это так приятно. Я хочу сказать, оттуда идет такой позитив, о котором мы здесь не знаем. Ну, вчера это видели в эфире, у нас было большое интервью с Михаилом Саакашвили, который на самом деле говорил тоже достаточно в Тбилиси. Это такой позитив, и я могу сказать, что там, да, вот, вот мне кажется, что оттуда-то как раз может, да, идти, да, хорошие ноты, да, вино, боржоми, все что угодно, что там как-то все как-то такое, у меня такое ощущение, что, да, вот, вот там льется вода, которая идет в нужное, да, в нужную землю, это начинает расцветать, все, и так далее. Другое дело, да, что происходит здесь, да, мы помним, что это были такие, а я тебе вот это, а тогда я тебе вот это, да, это абсолютно... Ну, это двусторонние были игры. Абсолютная история, да, потом, а все началось, да, мы все время забываем о том, что в 2006 году случилась история с вином, а в 2000 году, если я не ошибаюсь, заранее, да, достаточно заранее, до этого у нас ввели визовый режим. Да, и как бы мы об этом все немножечко забываем о том, что визовый режим, никто особо не говорит о том, что проблема в том, что мы-то можем въехать, а грузины действительно не могут. Это очень тяжело. Это не то, что тяжело, это если только ты сестра, а для многих невозможно, да. Брат, отец или мать, все, других вариантов въехать в Россию не существует, да, вот, ну, как бы, я когда с этим столкнулась, ну, как бы, это действительно так, да, и вот на сегодняшний день это такая вот доля, если она произойдет, вот эта маленькая, да, капля в этом бокале, который мы можем все поднять, да, очень хочется, чтобы он наполнился, наконец-то, вот этим, да, вот тем, чтобы вот этими каплями, да, шагов навстречу друг другу. И может быть, это Анищенко сделает вот эту каплю. Я, честно говоря, слабо в это верю. Ну, давайте, да, на этой оптимистичной капле нам придется все-таки закончить эфир, потому что эфирное время, к сожалению, заканчивается. Большое спасибо Эркинтус Мухаммедов, Этина Баркалая, Илья Васюнин, Дима Казнин. Хороший, шпион. Ольга Писпонина. Дождь. Оптимистик Джанал. Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз. Континент ТВ в ваших айфон и айпад и на сайте tvrain.ru